Всем привет, в эфире канал Туркиш Пепа. Меня зовут Елена, а тема сегодняшнего нашего видео будет сколько нужно денег на продукты в Турции. Мы покажем на собственном примере, сколько нужно денег, чтобы купить обычную продуктовую корзину на нашу семью. Я напоминаю, что в нашей семье есть двое взрослых и трое детей. Мы сегодня пойдем в обычный продуктовый магазин BIM. Это магазин шаговой доступности. Их очень много, не просто в Анталии, а вообще по всей Турции. Это магазин достаточно хорошего качества продукта здесь, и они недорогие. Мы сюда ходим часто, пройдемся вместе с нами. Я не буду делать обзор всего магазина и показывать, какие продукты и сколько чего стоят, а покажу, что мы обычно покупаем. Да, вот здесь вот при входе есть хлеб, он стоит одну леру, но мы его обычно не берем. Иногда я беру вот такой хлеб, он похож очень на серый хлеб вот у нас, мягкий для тостов. Ну, как-то в последнее время у меня тоже дети перестали его есть, а я хлеб ем очень мало. Чай у меня тоже дома есть, ну, так вот, на вскидку покажу, вот он стоит, обычный чай. 28,95. Вот этот черный пакет. 29,95. Кофе мы почти не пьем. А вот сок я возьму. Я возьму два пакета сока. Вот 3,25 стоит один. Вот здесь много сладостей. Я точно знаю, что у меня муж любит иногда вот такие, самые лучшие, они из фирмы Юльки. Мы их тоже возьмем, потому что, ну, как же, нельзя же отказывать себя и в сладостях, и во всем. Орехи и прочее мы здесь не берем. Здесь очень вкусные вафельки есть. Сейчас я их найду. Нет, мне вот такие нравятся. Я-то возьму их 3 штуки. Они по 75 кружей стоят. Вафли с кокосом. И мои любимые конфеты. Они очень похожи на баунти. Вот. Стоят они 2,75. 5 конфеток. В этом отделе подается мука. Вот самая большая, 5 килограмм, 13,50. Я, конечно, так много не покупаю. Вот 2 килограмма 5,95. Ну, у меня тоже мука есть дома. Мне нужно масло. Мне нужно растительное масло. Я вот возьму... Так, это у нас 2 литра. 2 литра стоит 16,95. А 1 литр был 8,95. Ну, я возьму сразу 2. Вот. В этом отделе у нас макароны. И у меня уж тоже есть особое предпочтение. Какие мне нравятся, какие не нравятся. Иногда я езжу в магазин Безим и покупаю просто их мелким оптом. Там они подешевле получаются и на вкус мне нравятся. Но там вот... Нет, вот таких маленьких-маленьких макаронок. Они стоят 1,75. Выбор риса тоже большой. Но я рис вот совсем недавно брала. Вот 8,50 стоит вот этот самый дорогой рис. Ну, мне вот больше понравился. Вот. Вот это 4,45 обычный пилявик для обычного плова. Ну, или можно вот такой. 9,95 тоже самый дорогой. Вот. Жасмин. Вот в отделе мясном. Здесь, в принципе, неплохой фарш есть. Но мы совсем недавно покупали в магазине Метри. Купили мы тогда большую упаковку. Там было 3 килограмма. И я просто разделила на пакетики. У меня лежит в морозилке. Я брать не буду. Я просто вам покажу. Вот. 400 грамм. Упаковка 15,95. Обычный фарш стоит. Вот она. 400 грамм. Из чего? Это фарш говяжий. Чистая говядина. На ней написано. Вот. И написано «да на кайма». И нарисовано, из чего ее сделали. Всякие полуфабрикаты я здесь не беру. И целую курицу я тоже не люблю брать. Потому что мы не все части курицы любим. Мы любим сразу уже готовые, разделанные ноги. Вот они стоят. 8,95 за килограмм. Вот эти большие. Либо, если одни маленькие ножки, один за 90. Вот багет, вот эти маленькие. Там на упаковках есть вес, и на кассе пройдут. Есть, конечно, даже индейка. Иногда балуемся, берем индейку. Она стоит 29,95. Но мне больше нравится именно грудка. Вот она 24,95. Летом в холодильнике лежало мороженое. Зимой мороженого в обычных магазинах нет. Либо оно есть только в больших упаковках. А вот здесь даже и больших упаковок нет. Потому что считают, что мороженое незачем есть зимой. Есть мороженое только в магазине «Мигрос» в нашем ближайшем. Вот в колбасном отделе. Мне здесь ничего не нравится. Я колбасу иногда покупаю в другом. Но здесь есть интересный продукт. Вот он называется «Пилич донер». Это донер. Его просто в микроволновке разогреть. И все. Такая вещь должна быть в холодильнике. Потому что не всегда есть время что-то долго готовить. А так взял и разогрел, и у тебя уже готовая еда. Пойдем дальше. А, ну это мой любимый молочный отдел. В этом магазине он не очень большой. Но есть то, что нужно. Все, что мы здесь любим. Ну, для начала я возьму кефир. Кефир стоит 7,25. Проверим дату. Хорошая дата. Возьмем кефир. Возьмем кефир. И возьмем мы айран. Айран мы тоже здесь очень любим. Любимое развлечение – посмотреть на дату. Где бы посвежение найти. Айран стоит 4,95. Кстати, немножко подорожали молочные продукты. Летом он стоил 4,5 лиры. Вот чуть-чуть дороже стало. Вот из всех сладостей, которые здесь есть, я люблю только пионер хилвасы. Вот она называется халва из сыра. Он действительно мне очень нравится. Здесь только сыр, масло, сахар. Классно сделала. Я вот такую сладость себе частенько беру. Берем мы йогурты. 3,75. Потому что утром дети перед школой едят. 6 йогуртов стоит 3,75. Возьму я еще один маленький йогурт. Ну что? Или так съеду и прикуску. Не беру. Вот он стоит 2,95-500 грамм. Есть большие упаковки. Выгоднее получается покупать большое на 7,45. Но мы столько йогурта не едим. И просто не хочется выбрасывать. Лучше я возьму маленький. И точно он у нас уйдет. Так. У меня закончились яйца. Яйца в зимой саде тоже стали дороже. Потому что привозных-то меньше становится. Вот. 7,95 стоит 15 штук. Большого размера. Мне... Смотрите, какое забавное название. Били-били. Открываем. Проверяем. Все. Мы их берем. Прошли мы дальше. Да, дело с сыром. Вот здесь у меня два любимых вида сыра. Это или такими дольками. Это не для толстов. Но они и так вкусные. Вот 17,90 стоит. Либо вот такой. У нас такой вот недавно был. Значит, по очереди полагается купить вот такой. Мне тоже он очень нравится. Он тоже стоит 17,90. Они одинаковая цена. Тоже 500 грамм. Вот. Такими полосочками. Ну, даже видно его. Смотрим. Ну, дату я всегда люблю посмотреть. Все. Мы его берем. Здесь же есть ювка, можно купить. Ну, я ее хожу, покупаю в том месте, где ее готовят свежую, а не в магазине. Еще из вкусного сыра могла бы я взять вот такой вот каша-арпиньер. Ну, я могу зайти в этот магазин часто, поэтому я возьму только один. И вот, вот это очень вкусный сыр. Он отличается от того, что я взяла. Тут скорее привычный русский вкус. А это вот очень вкусный турецкий сыр. Белый сыр. Вот. Это именно этой фирмы. Потому что белого сыра здесь очень много разного представлено. Мы уже весь попробовали, но вот это нам нравится больше всех. Он даже им пишет, как лукум. Вот такой сыр стоит 25,51 килограмм. Ну, есть еще сыр лабне. Его просто можно намазывать, вот он крем. Его намазывать на хлеб. Ну, мы сегодня такой не хотим. Он сладковатый, мне кажется, больше. И смотрите, местный творог. Вот он называется лор-пиньер. Чем он отличается от нашего? Он сухой и он немного соленый. То есть, если приготовить сырники, то надо положить много-много сахара в него. И стоит он 4,50. Так, вот, ну, сюзьме пиньер тоже, я скажу, на любителе. У меня муж иногда любит такое. Также он здесь в водичке плавает сыр. Так, из всего вот остального. Есть такие же самые сыры, но в маленькой упаковке. Когда не хотите покупать много, можно взять и совсем чуть-чуть. Даже есть чеддер. 200 грамм 9,95. Да, еще я вам не сказала про масло. Есть обычное просто масло, которое можно готовить. Оно стоит вот 10,45. Оно тоже подорожало. Оно стоило 9,5 лир. А вот это масло вкусное. Вот оно желтого цвета. Оно похоже на деревенское масло. Стоит 15,95. За 350 грамм. Ну, мы масло купили на базаре. Настоящая деревенская. Целый килограмм. За 35 лир. Он у нас еще не закончился. Здесь есть и овощи, и фрукты. Но я их тоже здесь не покупаю. По той простой причине, что мы ходим на базар. И на базар я уже все это взяла. Но если вдруг есть необходимость, можно прибежать, что-то здесь взять. Вот, например, картошка 1,75 вот такая стоит здесь. На базаре от полутора лир. Но была мелкая. Вот в обычном магазине. В обычном магазине можно купить абсолютно все. Все, что вам нужно. Как везде. Вот средство для стирки. Оно очень похоже на то, что и у нас продается. Видите, есть и персил. 29,90. Есть и вот он здесь называется Перволь. 22,90. Все в этом магазине есть. Замечательная вещь, которая устраняет любую накипь. Но я беру другой фирмы. Не вот этой. А беру фирмы Порчос. Она более сильная. То есть, получается, чтобы нормально существовать, надо обойти пару магазинов. И знаете, что продается. Вот мы тут уже. Большие упаковки и мыло. И все-все-все на свете есть. Сейчас мы посмотрим, что мы еще забыли. Мы не взяли молоко. Мы едем в отдел с молоком. Обычное молоко. Жирность 3,1%. Стоит 3,75. Вот за 1 литр. У них есть два вида молока. Видите, одно жирное называется оно. А второе половина жирности. Вот она здесь 1,7 жирности и стоит 3,45. Ну, мы берем жирное молоко. Разбавить его всегда можно. Еще в этом отделе есть всякие, порой даже нужные вещи. Я, кстати, здесь покупала тарелочки. А то у меня опять в очередной раз перебили тарелки. Вот обычная фирма Кютахи. В простом магазине такая тарелка стоит 4,95. Ну, я их уже успела взять. Еще я здесь беру детям. Вот такое молоко. Оно стоит 1 лиру. Вот совсем недавно оно стоило 75 куруши. Да, в Турции тоже дорожают продукты. Ну, во-первых, это связано с зимой, что... Посмотрим, подешевеют ли они летом. Ну, а во-вторых, конечно, инфляция. Так, берем мы такое молоко с банановым вкусом. Потому что в школу, в младшую школу не разрешают брать соки в таких коробочках. Не знаю почему. О, а такое молоко можно. Приходится вот так изворачиваться. Ну, и одно возьмем клубничное. Так, сейчас проверим, все мы ли мы взяли. Так, сахар. Сахар. Здесь вот есть кусочками. 4,95 стоит 1 килограмм. Ну, и есть, конечно, на раз весу 2 килограмма 9,45. Мне кажется, у меня это есть. А покупать сильно много про запас тоже не хочется. Ну, могу, конечно, показать вам еще оливки, раз уж мы пришли. Ну, оливки я беру в другом магазине. Мне здесь они не очень нравятся. Вот в таких вот больших емкостях. Вот 2 килограмма стоит 23,95. Я люблю другую фирму. Я говорила, Марвара Берлик. Здесь ее нет. Просто это есть. А еще здесь есть вкусные печеньки. Вот видите, все равно проходила мимо, и все равно что-то я здесь возьму. Я вот знаю, что вот эти печенья 1,25 стоит. Меня любят младшицы. То есть уже мы перепробовав почти весь магазин за столько лет, уже знаем все вкусовые пристрастия друг друга. И покупаем только нужные. Ну, вот смотрите. Вот такая корзина. Я вот, конечно, не взяла курицу. Ну, могла бы взять, там бы на 10 лир у меня еще добавилось. Просто у меня уже тоже есть. И курицу я люблю свежую. Я могу утром зайти, купить и ее приготовить. Здесь они обычно выставляют, что у них есть со скидкой, или какие-то особенно интересные продукты. Из всего интересного. Так, вот тут я хотела бы купить. А, вот смотри, в консерве есть сардины. Вот я хочу сардину, если она есть в томатном соусе. Вот она. Есть сардина в томатном соусе. Самое сложное, найти ее цену. Вот здесь в таком большом количестве. Мы уже покупали консервы в томатном соусе, но другого производителя в магазине Метро. Она большая такая была. И нам она очень понравилась. Рыбных консерв, видите, в Турции очень-очень маленький выбор. Практически нереально что-то интересное купить. Ладно, узнаем на кассе. Я думаю, просто хочется. Вот сколько всего мы набрали. Видите, как это выглядит. Сейчас мы будем складываться. Ну вот мы все выложили. Все наши покупки обошлись нам в 109 лир, 80 куруши. Понятное дело, что это можно было уменьшить. Потому что смотрите, сколько мы всяких разных сладостей взяли. Всяких таких вот молоков и прочее. Ну и вот, кстати, вот эта консерва стоит 7 лир. И масло. И понятное дело, что я даже за один и за неделю я его не использую. Это долгосрочное такое вложение. А все остальное, ну, два дня мы точно это есть будем. А может и больше, например, как яйца или сыр мы за два дня не съедим. То есть это набор продуктов даже не на один день. Нам обошелся вот всего 100 или 9 лир. Я считаю, что это достаточно недорого. Потому что, ну, могла бы я еще купить курицу, но просто она мне не нужна. Еще бы за курицу 10 лир бы заплатила. Продукты питания в Турции совсем недорогие. И вы можете рассчитывать свой бюджет. Вот исходя из того, вы видели, какие цены и сколько мы всего купили. Но это когда вы живешь с детьми. Конечно, получается, тебе нужно тратить больше. Потому что у детей есть потребности, сладости и прочее такое, что не покупают взрослые люди. Мне кажется, вам стало понятно? Спасибо за внимание. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мы будем продолжать снимать интересные репортажи о жизни в Турции. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. Ну и поставьте лайк, пожалуйста, за нашу работу. Мы очень любим снимать видео про Анталию. И совершенно про разные стороны жизни здесь. Еще у нас есть инстаграм. Можно задавать вопросы и туда. Можно написать вопросы и здесь, под комментарием. Я обязательно отвечу вам на все. Всем пока!